Рыбацкий азарт с риском для жизни. В Чувашию пришла настоящая зима, а вместе с ней начался золотой период подледной рыбалки. Сотрудники МЧС отправились в рейд, чтобы в очередной раз напомнить рыбакам о правилах безопасности. В одной из поездок побывала и наша съемочная группа. Мороз, снег и сильный ветер любителям зимнего ловля не помеха. Сейчас на Волге десятки рыбаков. Ради своей добычи они готовы сидеть на льду с удочкой с утра до вечера. Активно бурят проруби и сверлят лунки даже в бутни. Выходить на скользкую дорожку Борис Тормыш начал сразу после новогодних праздников. Говорит тем, кто далек от рыбалки, не понять всей прелести зимней ловли. Не знаю, отвлекает от мирской суеты. Здесь свежий воздух, походить можно и для здоровья полезно. Однако нельзя забывать о безопасности. После того, как выпал снег, выход на лед стал еще опасней. Ведь под этим белым покрывалом может скрываться промойна. Ежедневно на реку Волга отправляются с рейдами сотрудники МЧС. Чтобы добраться до любителей экстремальной рыбалки, применяют особую технику – аэросани-амфибия. Со скоростью до 50 км в час машина беспрепятственно проходит и по льду, и по воде. Инспекторы объясняют каждому, как вести себя, если вдруг провалился под лед. Раздают специальные памятки и проверяют толщину льда. Она должна быть не тоньше 10 сантиметров. Сейчас толщина льда в этом месте составляет более 20 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы выдержать вес человека. Правда, группам собираться нельзя. Можно провалиться. Главное, основное правило – это, если, допустим, любители под ледного лова выходят, чтобы они не кучковались вместе. Допустим, много вокруг у себя лунок не пробуривали. Все-таки лед – это стихия, она коварная. Потому что сколько случаев было, когда толщина соответствует, допустим, предъявляемым требованиям, и визуально лед прочный находится, то есть даже видно. И были случаи в других, в наших субъектах других, когда люди проваливались. Опытные рыбаки уверяют, лед сейчас безопасный. Но спасатели не устают предупреждать. Зимний лед не везде одинаковый. Поэтому не стоит надеяться на удачу и выходить на лед без спасательных средств. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.